Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Сегодня 7 декабря. Вы смотрите ежедневный обзор рынка от компании Fibro Group. В студию ведущий Роман Шевченко. Валютная пара EURUSD. Низкая насыщенность новостного фона из еврозоны способствует снижению торговой активности по основной валютной паре. При этом риск развития более мощного нисходящего движения продолжает увеличиваться. Открытые позиции трейдера указывают на преимущество покупателей, так как ослабление котировок пары привело к уменьшению открытого интереса, но при этом и объемы торгов сократились. Средний декабря за последние 5 торговых дней удерживается значительно выше средних показателей за месяц и полгода, поэтому дальнейшее снижение торговой активности остается наиболее вероятным сценарием. Продажи остаются актуальными до момента фиксации котировок пары над уровнем сопротивления 1,0750. А сейчас придем к валютной паре фунт-доллар. С открытием европейской торговой сессии активность продавцов заметно увеличилась, чему также способствует и публикация неожиданно слабых отчетов по изменению промышленного производства в Британии. Открытые позиции трейдера указывают на преимущество покупателей, так как открытый интерес сократился при ослаблении котировок пары, но при этом и объемы торгов сократились, что увеличивает риск дальнейшего снижения. Среднедневная волатильность за последние 5 торговых дней достигла отметки в 140 пунктов, поэтому волатильность торгов может снижаться. Дальнейшее ослабление котировок пары все еще входит в условия основного сценария. А сейчас придем к валютной паре доллар США-канонский доллар. Несмотря на укрепление доллара США, спрос на пару остается слабым, так как нефтяные котировки все еще удерживаются от возобновления более мощного нисходящего движения. Открытые позиции трейдеров не позволяют определить общее настроение рынка, так как нет однонаправленного ценового движения, при этом открытый интерес и объемы торгов продолжают снижаться. Среднедневная волатильность за последние 5 торговых дней остается ниже средних значений за месяц и полгода. Это увеличивает вероятность роста торговой активности. Качественных торговых сигналов по данной валютной паре все еще нет. А сейчас перейдем к экономическому календарю на сегодня. Канада отсчитается по изменению уровня основной процентной ставки Банка Канады. В момент оглашения результатов голосования может возрасти торговая активность канадским долларом. На этом у меня все. Благодарю за внимание и до встречи в следующих выпусках программы Фокус Рынка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Фибагрупп Фибагрупп Ваша финансовая группа поддержки.